Программа предназначена для лид старше 16 лет Сегодня мы продолжим ужасную тему, связанную с развитием человеческого мозга в эмбриональный и плодный период, то есть тогда, когда никто не видит и все происходит внутри дорогой мамки, которая часто еще не подозревает о том, что готовится новый мученик на этой планете, новый биологический объект, то есть ее детеныш. Мы остановились в прошлый раз на событии, примерно граничащего с первым месяцем беременности. Речь идет, еще раз подчеркну, кто не слушал предыдущую передачу, о реальном биологическом возрасте. Это очень важно, потому что обычно акушерский возраст на две недели короче, чем биологический. Это значит, что когда вам опытный даже акушер-гинеколог говорит, у вас беременность две недели, то быстрее всего это как раз месяц, то есть та граница, о которой мы сейчас говорим. Что к месяцу происходит? Мы остановились на том, что первой системой, отделяющейся от всего организма, то есть осью будущего зародыша и всем остальным, становится событие, называемое неруляцией, то есть обособление нервной системы. Оно начинается в виде подъема валика и сворачивания такой длинной трубочки. А вот эта трубочка, которая внутри полость, она образуется очень похоже у большинства животных, хотя есть и особенности. Значит, если бы знаменитый Геккель знал о том, что существует такое разнообразие неруляций, может быть он и не обнаглел до такой степени, чтобы утверждать свой биогенетический закон о том, что онтогенез, то есть индивидуальное развитие, повторяет филогенез, то есть историческое развитие. Но, слава богу, знаний было немного, а убежденность, то есть читайте через Дефис, парадигма тогдашней западной науки была такова, что значит, все шло по дарвиновским моделям, как теперь все идет по моделям, связанным с молекулярно-генетическими законами. Вот поэтому он спокойно там пририсовывал, переставлял уши, использовал клише, гравированные для эмбрионов, для ранних, как для человека, так и для черепах, что было давно хорошо разобрано. Ну, убежденный был человек, увлеченный. Ну, на Западе очень часто во имя некой парадигмы готовы соврать как угодно, что, собственно говоря, мы часто и наблюдаем. Так вот, что же происходит в конце неруляции? А в конце неруляции возникает очень интересное событие. Вот эта трубочка, которая тянется вдоль всего зародыша, передняя ее часть – это будущий головной мозг, а задняя часть – это спинной мозг. Но замыкая эту трубочку вместе с этим событием морфогенетическим, которая, кстати говоря, опережает намного генетическую экспрессию регионально-специфическую, о которой так любят говорить всякие фантазеры, говорящие, что геном определяет, детерминирует развитие, это, к сожалению, не так. Это было бы очень хорошо, но, к сожалению, не так. Поэтому потом, только в процессе дифференцировки, то есть образования новых нейронов, новых структур этих трубочек, ее сегментации, и возникает региональная экспрессия геном, которая происходит в точной разметке с теми морфогенетическими событиями, которые никакими генами не контролируются. То есть вот такая странная вещь. Ну, не странная на самом деле, потому что во времени и пространстве очень трудно что-то закодировать химически, если у вас носитель этой химии, какой бы она ни была, может умереть. А в нормальном развитии, так это обычное дело. Нейроны погибают во время всего развития при пролиферации. Я уже об этом говорил. Так вот, что происходит в конце сворачивания этой нервной трубочки, в будущем представляющих центральную нервную систему. Образуется два нейропора, то есть две дырки, короче говоря. То есть как бы замкнутая труба, такая полая сосиска с тонкими стенками достаточно. А снаружи остаются два отверстия, передний и задний нейропоры, то есть дырки. С ними связана масса всяких историй. Они должны обязательно зарасти и закрыться, потому что таким образом обособится, собственно говоря, внутренняя полость мозга, будущие мозговые желудочки и центральный канал спинного мозга. Но происходит это в самом конце этого события, называемого нервуляцией. Ну и что? В чем здесь сложность? А сложность в том, что очень часто они не зарастают или задерживаются. И вот тогда начинаются те самые тонкие особенности, которые потом у плодов уже на поздних стадиях развития приводят к катастрофическим последствиям. Ну, самое простое последствие большинство из нас вас просто хорошо знает. Это связано с тем, что в каудальной, то есть в самой спинной части, где у нас с вами копчик, ну, остатки хвоста, об этом будет речь впереди, значит, там у многих народов, и особенно у монголоидов, особенно те, кто непосредственно является дальним родственником знаменитого Чингисхана, как известно, жёнов у него было много, и вообще он не очень заботился о престолу наследия и заводил себе потомков при первой возможности. Ну, в общем, в те времена многие так делали. Ничего удивительного нет. Так вот, у него, у потомков Чингисхана, у него было такое большое родимое пятно на копчике. Монгольское ещё носит название, антропологи долгое время считали его чисто монгольским, и, мол, где нигде не появляется. Нет, иногда появляется и в других странах, у других народов, и в Латинской Америке встречается. То есть, это на самом деле не особый какой-то признак этнический, а это нарушение вот этого самого события закрывания нерапорок у дальнего. То есть, он там чуть-чуть задерживается, вот, ну, так как такая оказалась небольшой дефект развития у Чингисхана и его потомков, да, думаю, не только у него, у многих, так сказать, его ближайших родственников. И там, оказывается, пойманы в такой специфический карман так называемые нейромезенхимы. То есть, это то, что получается из клеток нервного гребня. А здесь очень внимательно, интересно, надо послушать. Это очень важная часть нашей нервной системы, потому что мы с вами же сказали, свернулся трубочка. Ну, понятно, это центральная нервная система. Откуда взялись ганглии, периферические нервы, откуда взялись рецепторы периферические, откуда это все завелось-то? Ну, не из стволовых же клеток, так называемых, нет, конечно. И превратиться из одного в другого очень сложно. То есть, а у взрослого человека и невозможно вообще. Откуда же берутся вот эти вот периферические нервы, ганглии многочисленные и все остальное? Это как раз граница между будущей нервной трубкой и кожей, то есть, эктодермой. И вот на их границе там лежат такие тоненькие, две полосочки клеток вдоль всего тела, ну, за исключением головы. Так, они кончаются где-то в шейном отделе. Из которых в дальнейшем, когда эта нервная трубка замкнется, вот на границе, где кожа отделяется от этой нервной трубки и нервной самой трубочки, там несколько сотен клеток выселяется в пространство между нервной трубкой и будущей кожей, или эктодермой. И вот эти клетки начинают расползаться по организму. Они ползут целенаправленно к органам-мишеням, по дороге формируют своеобразные такие тяжи, ганглии. Из них, в них располагаются нейроны. Именно эти клетки дают ганглии периферические, периферические нервы, оболочки нервов и все остальное. То есть, это важнейшая часть нашей нервной системы, которая по размерам ничуть не меньше оказывается в финале. Если вытрясти человека, оставить только нервную систему центральную периферическую, то окажется, что у нас периферическая даже побольше, чем центральная. Так вот, вот эта периферическая нервная система, она образуется из этой вот полосочки. А поскольку она похожа в эмбриональном развитии на куриный гребень у петушков, такой небольшой, такие складочки, то старые эмбриологи в 19 веке придумали такое своеобразное название. Стали называть эту структуру нервным гребнем. Ну, по аналогии с петушином. Вот отсюда и пошло название. Это очень важный момент, потому что, вроде бы, незаметное событие. Ползут, ползут эти будущие нейроны, их оболочки по телу расползаются к органам, к мышцам, к связкам, сухожилиям, образуют ганглии. Но, на самом деле, это движение не бессмысленное. Оно, так сказать, имеет четкие закономерности и малейшая задержка. То есть, опять-таки, вещества, дополимеризующиеся, это скелет различный, которых в пище, кстати, довольно много, особенно в синтетической. Которые надо мамкам будущим, так сказать, опасаться. И они могут тормознуть. И, да, получаются всякие, вот, все вроде бы нормально, а ручки, ножки не управляются. Таких людей мы иногда видим на улицах. И, к сожалению, это зачастую связано вот с этими ранними эмбриональными миграциями будущих периферических нервов и ганглиев. Поэтому, там, масса заболеваний опорно-двигательного аппарата, которые сейчас так распространены именно из-за проблем с пищей, именно с проблем с ранней миграцией нейробластов к органам-мишеням, мы и видим вокруг. Поэтому, будьте внимательны, будущие мамы. Да и папа тоже. Полезно, в общем, следить за тем, что вы едите и куда вы ходите. Вот, эту пищу употреблять. Вот это событие 2 происходит. То есть, с одной стороны у нас формируется нервная трубка, с другой стороны из нервного гребня образуются периферические ганглии и нервы. А вот там, в каудальном нейропоре, в задней дырке, как раз идет отлов вот этой вот мизанхимы или клеток нервного гребня. Она оказывается в таком кармане своеобразном и не может мигрировать куда нужно. А фокус стоит в том, что из этих клеток нервного гребня образуется очень много чего, кроме... Ганглиев и нервов, их оболочек. Там даже они частично встраиваются в челюстной аппарат. Кроме этого, они формируют разные древата эндокринных органов. И самое интересное из них образуются пигментные клетки. То есть, когда вы выходите полежать на солнышке, вот эти клетки нервного гребня, они образуют пигменты. Ваша кожа темнеется, становится из прелестного синюшного оттенка, который вы достигаете за ужасное зиму средней полосы. И вы снова коптитесь. Закапчивание это что? Это образование меланоцитами пигмента, который распространяется, защищает вашу шкурку от ожогов. Кстати, лежать надо поменьше, особенно с белой кожей. Потому что онкогенез под действием ультрафиолета очень легко запустить. Как бы не было потом поздно. Поэтому будьте осторожны с избытком ультрафиолетового излучения. Это не так безвредно. Не зря же любители ультрафиолетового излучения, как известно, намного чаще болеют различными кожными заболеваниями. И не всегда доброкачественными. То есть, будьте осторожны. А пигментное пятно монгольское на копчике, оно как раз и появляется из этих самых пигментных клеток, которые были пойманы при задержке формирования заднего нейропора. То есть, момент его закрытия. При этом даже забавно очень происходит это все событие, особенно в заднем нейропоре. Потому что у нас в этот момент нервная трубка соединена, а у животных так это непрерывный такой канальчик. Так называется кишечно-мозговым каналом. То есть, анальное отверстие напрямую соединено с мозгами. Но это не значит, что у нас когда-то в далеком прошлом была такая ситуация, что одно попадало в другое. Нет, конечно. Это эмбриологинальное циногенетическое приспособление для того, чтобы сформировать эти структуры трубчатые. Кстати говоря, когда зарастает вот этот самый кишечно-мозговой канал, а у человека это такая полуоткрытая система с полосочкой небольшой, возникают всякие трудности. И иногда ошибки такого развития компенсируются потом хирургическим ножом. Потому что ребеночек родился, простите, а дырочки в попке нет. Это не безобразие, которое возникло из-за нарушения развития кишечно-мозгового канала. Вот там, значит, прорезают, делают хирургическую операцию, подзашивают. Ничего не сделаешь, такие вещи случаются. Это как раз отрыжка эволюционная, поскольку у низших позвоночных это кишечно-мозговой канал. Единая такая хорошая труба, которая тоже потом, значит, прерывается, значит, разрушается и формируется совершенно отдельные две системы. Это происходит у нас в районе хвоста. И там порочие бывшего хвоста. И там, по сути дела, происходят все эти события, которые приводят к формированию монгольского пятна и тех самых спинномозговых всяких структур, которые в дальнейшем нам очень пригодятся, в том числе для управления конечностями. Это очень уязвимое событие. Вот как только нервная трубка закрылась, в этот момент начинается ее сегментация. То есть, что происходит? Она делится на такие сегменты, особенно в головной части. И появляются пузыри. То есть, то же самое, что в школе рассказывают детям, что вот есть там одна пузырная, трехпузырная и пятипузырные стадии развития. Ну, конечно, там ни пузыри, никто никого не надувает, это ясно. Ну, вот хотя такая гипотеза была, поскольку пузыри очень тоненькие. Если посмотреть на такого эмбриона, кому интересно в моих книжках, можно посмотреть на эти ранние стадии, потому что там я описываю эмбрионов, начиная с 11 дня после того, как. То есть, когда произошел секс, удачный или неудачный, кому как-то как считает, и завелся эмбрион, значит, первый день имплантации, это примерно 10-11 день. Он, там, двухсотмикронный, это маленький такой зародыш, кстати, это единственная картинка в мире реального человека на этой стадии. Потому что на ранних совсем стадиях, когда там одна, две, три клетки, это при ЭКО очень видно, там они развиваются под микроскопом, это весь интернет заполнен этой ерундой, это дробление. А вот когда уже зародыш имплантировался непосредственно в матку, и дальше что с ним происходит? А вот это вот приходится во всех западных руководствах заменять мышами. То есть, такие учебники по эмбриональному развитию человека, западные там садеры знаменитые, от которой по 40 изданий там выдержали, они на самом деле являются пособием по эмбриональному развитию мышей. Ну, наверное, мышиным ученым это действительно интересно было бы. Но для нас не очень, потому что у человека два нейропора, а у многих видов мышей там по четыре. Так что это мало похоже одно на другое, хотя выдается за близкое сходство. Так вот, значит, получается, что как только нервная трубка у нас обособилась, нейропоры передней и задней закрылись, начинает сегментация. То есть, для чего она нужна вообще глобально? А глобально она нужна для нескольких вещей. То есть, для того, чтобы выделить основные отделы головного мозга и сегменты спинного, особенно там, где выходят черепно-мозговые нервы, ключевые в нашем организме, которые потом позволят нам иннервировать весь наш организм. И для этого возникают такие специфические структуры. Они носят название нейромеров, или еще их называют ромбомерами. По-разному. Но они возникают, по сути дела, симметрично и индуцируют собой, то есть, стимулируют, иначе говоря, ненаучным языком. Соседние ткани, а эти ткани представляют собой будущие мышцы различные, то есть, миомеры. Возникают так называемые самиты, то есть, вдоль спинного мозга параллельно ему образуются такие сегментарные четкие мышцы, как кубики мышечные на брюхе у культуриста. На самом деле, это что? Это сегменты, вот эти самые, которые идут вдоль спинного мозга, но у нас вся мускулатура осевая сегментируется вот в этом метамерном порядке, то есть, упорядоченном. На самом деле, это остатки той же самой метамерии, которая есть еще у рыб и червяков. Это та же самая метамерное строение. То есть, у нас существует повторение неких одинаковых сегментов, ну, как у дождевого червяка. Так вот, эти самые миомеры возникают под индукцией нервной системы, и, собственно говоря, она и придает вот эту осевую красоту человеческому зародышу. Причем скорость их известна, образование этих миомеров снаружи, они видны. И если посмотреть в книжке фотографии таких зарод, что видно, как будто у них такие кубики сверху такие поставлены, маленькие или кружочки, как больше нравится. И оказывается, что в этот момент они идут со скоростью примерно полтора миомера в сутки. И таким образом, по их количеству, если их сосчитать все, то можно где-то дней до 45-50 довольно точно определить возраст эмбриона до одного дня. То есть, такая возможность есть. И в это время в нервной системе происходит масса интересных событий. Вот эти самые нервная трубка формирует такие сегменты нейромеры. А головной мозг начинает формировать так называемые будущие отделы головного мозга, то есть, мозговые пузыри. Причем достаточно хитро. Значит, если передний, значит, у нас вся передняя, вся трубка в передней части – это головной мозг, то у нее на границе между передним и промежуточным мозгом возникают такие выпячивания. Ну, как будто резинку выдавили так пальцем изнутри. Это что за выпячивание? Это будущие глаза. То есть, это на самом деле выросты мозга, которые выпячиваются в виде таких пузырей парных и дотрагиваются до кожи будущей, до эктодермы. В зоне контакта как раз происходит впоследствии закладка хрусталика. Хрусталик получается из эктодермы, то есть, из кожи будущей. А сама сетчатка и сам глаз, он формируется как вырост мозга, действительно, на стебельке. И он сначала имеет вид пузыря, такого кругленького, а потом его серединка втягивается вовнутрь, ну, как будто хулиган проткнул резиновый мячик ножиком и надавил с одной стороны, он получается такой как бы бокал на ножке. Ну, вот, собственно говоря, эта фаза и называется так, как выглядит глазным бокалом. Вот, собственно говоря, а потом в дне этого бокала наружная часть становится черной, то есть, пигментированным эпителием, а внутренняя превращается в сетчатку, от нее идут, от отростков ганглиодистных клеток, идут длинные аксоны, которые ползут в мозг и соединяют глаз и мозг. Это будет зрительным нервом. То есть, вот такие события. Это на периферии, а что внутри мозга? А внутри мозга происходит очень интересное, очень важное событие. В этот момент начинает, возникает жесткая биомеханическая связка по центральной части нервной трубки, там она, так сказать, клетки, не меняя свою форму, остаются индифферентными, а по краям активно пролиферируя, образуют такие пузыри, которые очень тонкостенные, но за счет напряжения нейроэпителия, они поддерживают свою форму. Поэтому возникла когда-то идея о том, что их кто-то там где-то надувает, с другой стороны, то есть надувательная гипотеза даже была. Но это имеется в виду начало 20 века. Вот эти парные пузыри, они увеличиваются достаточно быстро, клетки пролиферируют, и, значит, они увеличиваются. То есть, получается как бы два зачаточных маленьких пузырька переднего мозга. Сначала один, и очень быстро разделяется. Потому что существует центральная пластинка, она играет колоссальную роль. Она удерживает, то есть, если клетки у нее не вступают в пролиферацию, просто стоят, молчат, боятся, и ничего не делают, то вот этого достаточно, чтобы разделились полушария. И это очень важно. Если, не дай бог, их подобьют в пролиферацию, то получается такой монополушарный мозг, неразделенный на два полушария. Это встречается довольно часто в эмбриональной патологии. Носит название голопрозонцефалии. Она бывает частичная, полная или там фрагментарная. Это очень серьезное событие, потому что люди с такими мозгами, неразделенными полушариями, и, как правило, до половины еще лесенцефальны, то есть, лишенные бороста, извилин, иногда выживают. И это тогда катастрофа и для родителей, и для них самих, потому что они частенько доживают до лет до 14, иногда до 16. Я вот сталкивался с случаем американским, где там девочка дожила почти до 16 лет, значит, напополам, половина разделенных полушарий, и она, значит, ну, так совершала некие пищеварительные движения, примитивные такие двигатели, но в конце концов, конечно, умерла. Но 14 лет родители выкинули своей жизни, потому что ребенок, конечно, был нежизнеспособен, и только американская медицина могла их убеждать, что ее надо продолжать лечить. Конечно, это нечестно ни по отношению к ней, ни по отношению к ним, ни по отношению к кому угодно. Такие мучения человек испытывать не должен. Так вот, значит, вот эти варианты голопрозонцефалии, то есть, неразделения полушарий, часто встречаются, и у нас, на Западе, везде. Это просто такая вот причуда развития, ошибка. Генетически она ни с чем не связана, может проявиться от всякой ерунды, от всякого любого внешнего воздействия, или просто по случайным причинам. Это передний мозг. А что в промежуточном, потому что на границе переднего и промежуточного как раз образовались глазки. Там все в порядке, там образуются в промежуточном мозге нейроэндокринные центры. Наверху закладывается весь комплекс эпиталамусов, включая эпифиз, о котором мы с вами говорили. Это орган регуляции суточных ритмов. Внизу гипофиз, где как раз у нас центр, где нейрогормональные сигналы проходят к организму и управляют нашим поведением. Дальше средний мозг, пузырь среднемозговой. И еще кзади или куудальнее образуется пузырь заднего и продолговатого мозга, который впоследствии делится на две части, образует все двигательные отделы, включая мозжечок заднего и продолговатого мозга. Вот, собственно говоря, этим событиям и посвящена вся нейруляция. Цель всех этих морфогенетических преобразований – запустить специфическую дифференцировку нейробластов в том или ином направлении. То есть, это самый первый управляющий сигнал, который считывается по месту пребывания нейронов. Если их поменять местами, они, значит, будут вести себя в соответствии с окружением. И сейчас переходим постепенно к вопросам. А продолжение истории, достаточно утомительной о том, как формируется наш мозг, будет в следующий раз. К нашей теме непосредственно есть несколько вопросов, в том числе одно из прислал на издательство Кучеренко и Евгений. Он говорит о том, у него вопрос очень существенный. А как, собственно говоря, образуются связи, в связи с чем в мозге? Вот они начинают образовывать сразу после нейруляции, уже на сегментации головного мозга. Если мы внимательно посмотрим, сделаем электронно-микроскопические срезы и посмотрим в электронный микроскоп, то выяснится, что там уже некоторые нейроны, значит, выскочили на поверхность этого пузыря и начинают, пытаются что-то там образовать, какие-то отростки. Они такие похожи на руку человека, который высовывается с поверхности и начинает искать, куда ползти. Ну, там довольно понятно, как все ползет, потому что все эти отростки ползут по максимально гетерогенному субстрату, то есть где торцов нервных клеток, образующих стенку мозга много, туда они и там и ползут. И стараются установить связи максимально дальние. То есть это происходит в раннем эмбриогенезе. Почему они по торцам? Да потому что там, где активно изменяется форма нервной системы, там, конечно, ничего сцепить отростками нельзя. Это будет как обруч у бочки, и ничего развиваться не будет. То есть поэтому они ползут только там, где такие морфогенетические движения мозга при его формировании минимальны. Так вот, вопрос-то связан, конечно, со взрослым образованием связи. Как, мол, где человеческая мысль образуется? Образуется она предельно просто, ничего секретного там нет в этой мысли. Дело в том, что всю жизнь у нас, как я говорил, уже неоднократно образуется, разрушаются отростки между нервными клетками. Ну, примерно, конечно, это все относительно. Три синапса в день образуются, три разрушаются. Поэтому мы все время фальсифицируем свое прошлое. И как вы знаете, наблюдая различных историков, все они врут беспощадно. Потому что это уже там 25-я генерация вранья, которая, к тому же, методически изменяется в нужном направлении нашим собственным мозгом. Ну, так мы устроены. Поэтому относиться к всему надо, особенно к собственным воспоминаниям, надо с большой опасностью. Потому что мозг так же точно морочит вам голову, как всем остальным. Обманывает в циничной форме. Поэтому говорят, что помнят хорошее, плохое там не очень, забывается. Да, потому что перестраиваются связи, которые являются отождествлением так называемой долговременной памяти. Но эти же самые связи, которые образуются, являются способом мышления. Они устанавливают новые контакты между группами нейронов, в которых хранятся разные объемы памяти, и иногда происходит озарение. Образовалась группа синапса, вдруг вас, о, дошло. О чем же я думал раньше? Как это все просто было, если подумать? Но подумать дорого, как вы знаете, никто не хочет. Поэтому, значит, разрыв и образование связи, это и есть процесс с одной стороны запоминания, с другой стороны мышления. И на этом морфогенетическом принципе все работает. И когда вы о чем-то думаете напряженно, что происходит? Вы увеличиваете кровоток в той области, которая у вас задействована. Например, в различных образах некоторых. Вы, например, думаете о чем-нибудь, о каком-нибудь выдающемся произведении. Это выдающееся произведение вы обмозговываете, крутите и так, и сяк вспоминаем детальки, всякие мазки художника, историю создания и прочее. Постепенно до вас доходит, что он, собственно говоря, хотел сказать-то. То есть, чем дольше вы этим занимаетесь, тем больше связей вокруг этого объекта и воспоминаний этих образуются, тем больше вероятность того, что вы чего-то догадаетесь. То есть, это постоянный процесс, и двунаправленное образование в нужном месте и разрушение в ненужном, и поэтому человеческий мозг всегда меняется. Он не такой постоянный, как нам хотелось бы. Вот именно этот механизм орфогенетического новообразования и разрушения старых связей очень трудно промоделировать, то есть, сделать программно. Потому что программа предусматривает все варианты. А раз предусматривает, значит, ничего нового там возникнуть не может, и можно дальше не возиться с этими идеями искусственного интеллекта. А теперь перейдем к вопросам, которые пришли через Телеграм. Вот Вадим Шарапов спрашивает, в чем отличие мутации от дефектов внутриутробного развития? Сейчас объясню, поскольку у нас сегодня эмбриологический рассказ. Дело в том, что мутации, как правило, летальны. Люди, которые утверждают, что эволюция идет с помощью мутации, первое, предметы не знают, во-вторых, как правило, не специалисты. Ни один вменяемый генетик подобных вещей заявлять не будет. Она прекрасно знает, что мутации, как правило, летальны. А то, о чем я говорю, это та самая вариабельность морфогенеза. Потому что информации о форме в генах, простите, ребята, нет. Нет там форме. Не сидит там гомункулюс. Если вы считаете, что там форма записана в генах, то значит, вы предполагаете, что там сидит гомункулюс. То есть, это преформизм 16 века. Убогий. Ну, я сочувствую, но религиозные, так сказать, идеи я не обсуждаю. Это не ко мне. Это вот специальное учреждение с золочеными крышами. А если вы занимаетесь этими вещами, то значит, вы или не знаете предмета абсолютно, или не понимаете, как работает даже в самом простом виде человеческий геном в развитии. Дело в том, что когда клетки пролиферируют, геном вообще в основном помалкивает, особенно на ранних стадиях, то уж процесс очень динамический. Информация передается о форме с помощью межклеточных взаимодействий. Именно поэтому форма компенсируется при потерях. Мы можем выжечь там часть клеток, все будет нормально. И мы там выжигал до 60% человеческой нейроэктодермы, и все нормально, нервная система заводилась. Если было все детерминировано, это было несовместимо с жизнью. Поэтому мутации от дефектов внутриутробного развития отличаются тем, что мутации летальные, как правило, развитие останавливается, зародыш погибает. А такие небольшие флуктуации внутриутробного развития, которые связаны с особенностями морфогенеза, они делают нас индивидуальным. И даже те ящерицы, которые размножаются партеногенезом, ну то есть у них нету папы, эти счастья, женское счастье, нету пап, этих гадких пап, все отлично, партеногенез. У них все равно, их девочки отличаются от них самих. Почему геном одинаковый? Ответьте мне, ради бога, господа генетики. Да потому что существуют морфогенетические особенности индивидуального развития, которые индивидуализируют этих самых партеногенетических дочек своей мамки абсолютно одинаковых, которые завелись без папки. И тем не менее, они индивидуальны. Если взять распотрошить их, посмотреть их в мозги, мозги там немножко изменьше, вот это вот немножко изменчивость дает морфогенез. Значит, здесь еще есть несколько вопросов очень интересных. Ну, типа, как программа в программу «Вынос мозг», как медитация влияет на мозг, плохо влияет. Лениться можно более простым способом, например, с пивом и рулькой, или с коньяком и лимоном. Значит, дальше. Значит, вопрос такой. Есть ли у брахи и доли хоцефалов характерные различия в строении мозга, связанные именно с формой затылкой? Нет принципиальных, нет. Этим долго увлекались, считали, что доли хоцефалические анимол, где поумней, а брахицефалические потупей. Но это вот вся эта немецкая псевдонаука, начало, конца 19 века, к сожалению, полностью провалилась. Ни один из этих умников немецких обратным ходом ничего доказать не смог. Когда им предлагали мозги из доли хоцефалического мозга и брахицефалического, из брахицефалического черепа, прошу прощения, они отличить их не могли. Так что, вы знаете, все это немецкое словоблудие, к сожалению, выведенного яйца не стоит. Что вы думаете о деятельности Татьяны Владимировны Черниговской? Я ученых, как правило, не обсуждаю, считаю неприличным. Тем более Черниговскую, которая является филологом и говорит вещи, которые, с моей точки зрения, к нервной системе никакого отношения не имеют. Так, если мозг человека не напрягается, он кормит человек гормоном радости, всячески поощряет безделье. Если человек будет думать, он будет несчастен, да, вы будете очень несчастны и довольно быстро. Не надейтесь, что думание, чтение умных книжек, в том числе моих, если вы их сочтете умными, вам принесет счастье. Это принесет далеко не счастье. Приведет к пониманию того, что происходит вокруг вас и с вами самими. И радости не будет никакой. Три раза подумайте, прежде чем оторваться от айпада и бутерброда в Макдональдсе. Не стоит рисковать так сильно жизнью, которая уже наладилась почти. Так, значит, еще есть кое-какие вопросы. Значит, если у человека в результате каких-то сбоев перестают действовать на кору нейромедиаторы и пептиды, которые создают приятные психические чувства, можно ли считать его более объективным? Нет. Сделать это, отделить кору от лимбической системы, невозможно. Это работает только вместе. Вы можете не отключить одно от другого, то есть, это вообще в принципе невозможно, а просто использовать свои гормональные стрессы, к чему я всячески призываю. Вот чем Пушкин-то был хорош. Вот смотрите, абсолютно гормональный поэт, о чем там все его стихи. один из великих, ныне покойных, поэтов сказал, да вы посмотрите, у него же все стихи плавают в спермическом бульоне. Немножко неприлично, зато абсолютно практично. Действительно, Александр Сергеевич, гениального поэта, я не отрицаю ни одной секунды, абсолютно гениально владевшего словом, все они плавают в этом самом бульоне. Но так он что делает-то? Он в отличие от того, чтобы получать райское наслаждение после того, как он соблазнил очередную красотку и, так сказать, с ней проделал все те манипуляции, которые предшествуют деторождению, он что делал? Он наслаждался, что ли, бежал в пивную и там с восторгом рассказывал таким же специалистам по женскому полу, как сам? Да нет! Он и страдал, и мучился, и тут же писал. Он использовал свою гормональную вот эту вот активность, стресс для того, чтобы паразитировать на нем и создавать бессмертные строки. Такие строки можно действительно только создать на духоподъемном, в духоподъемной ситуации. Когда-то, наконец, добрался для вожделенного тела и получил райское наслаждение, как говорят в плохой рекламе. И тогда-то, так вот он что делал? Он эксплуатировал собственный мозг, в олимбическую систему, владея словом, блестяще, для того, чтобы подарить нам столь прекрасные стихи. Используйте свои гормональные стрессы, используйте свои гормональные, духоподъемные события не для того, чтобы выпендриваться на скейтборде, а для того, чтобы что-нибудь оставить после себя. Я уж не говорю, как Пушкин, но хоть, как Хлебников, хотя бы. Может, получится. Надо пробовать. Так, давайте мы примем вопросик. Да, я вас слушаю. Алло. Сергей Вячеславович. Здравствуйте. Добрый день. Вадим Подмосковья. Скажите, вот из всего вашего сегодняшнего лектория, я понял, что строго все детерминировано только физическими и химическими процессами. А нет ли какой внешней управляющей силы, может, тонких полей каких-то? Да, да, да. Я понял. Да, да, да. Насчет тонких полей. Значит, в свое время был такой известный ученый Александр Гурвич. Это, кстати говоря, дедушка Льва Владимировича Белоусова, одного из моих учителей, великого эмбриолога, который вот недавно ушел из жизни, который тоже, продолжая работу своего деда, занимался в том числе и различными морфогенетическими полями. Это очень интересная тематика. К сожалению, никаких морфогенетических полей в том смысле, в котором представлялось в начале 20 века, то есть, некоторое лимфомагнитное поле, вокруг которого танцует эмбриональный зародыш, там все ткани меняются. Этому поле нет. Хотя, идея сама была очень красивая, собственно, в чем смысл-то этой идеи. А дело в том, что Гурвич заметил еще в начале 20 века, что если взять эмбриональный пласт, ну, где клетки стоят, как забор, ну, как штакетник забор, и посмотреть на форму их ядер, ядра всегда, ну, где ДНК хранится, они такие имеют вытянутую форму, немножко скошенные. И вот если взять, продлить эти оси длинных ядер этих клеток, то они сойдутся в определенной точке. А клетки еще стоят забором. Он говорит, вот смотрите, это, видимо, морфогенетическое поле мы видим, и потом пласт изогнется в соответствии с геометрией вот этих скошенных ядер. Вот это было такое откровение аналитической эмбриологии начала 20 века. Есть две статьи на немецком языке, кто хочет, тот найдет, прочтет, где он это подробно разбирает. Вот он вел понятие на основании этих наблюдений о морфогенетических полях. И очень много потом людей пыталось найти некоторые электромагнитные системы управления этими процессами, эти поля реальные биологические искали. К сожалению, их нет. Потом выяснилось вот как раз уже в работах его внука, Белоусова о том, что вот эти вот самые морфогенетические поля это на самом деле биомеханические взаимодействия между клетками, которые формируют позиционный сигнал. И вот в нервной системе в свое время, это 25 лет назад, как раз показал, что вот это морфогенетическое планирование, оно осуществляется из межклеточных взаимодействий. И если чуть-чуть изменить этот сигнал, чисто биомеханический, но он связан с клеточными мембранными ионными каналами, которые перезаряжают мембрану, там включается целый цикл молекулярно-генетических событий последующих. То есть клетку можно обмануть, то есть вот в своих экспериментах, которые мы, видимо, из-за отсутствия финансирования полного, придется вернуться весной. То есть я перепрограммировал судьбу отдельных групп клеток, и они, значит, вели себя не так, как их окружение. То есть их можно обмануть, это сигнал подать совершенно другое, они будут заниматься другими вещами. То есть это действительно очень интересная тематика, но, к сожалению, вот таких полей в том виде, в котором это представлялось в начале 20 века, их, к сожалению, нет. То есть ничего такого даже при современной технике не найдено. Ну давайте мы сейчас еще попробуем принять один звоночек. Будьте добры, вы в эфире. Говорите, задавайте вопрос. Здравствуйте, Сергей Викторович. Да, здравствуйте. Я видел ваше выступление по поводу биологических ритмов, и хотел бы узнать о вас рекомендации по поводу того, как восстанавливать силы, как засыпать, полезна ли медитация для мозга, например. Хорошо, я понял. Полифазный сон. Хорошо, значит, я понял. Для того, что был суточный ритм, есть очень простой закон. Возьмите и находитесь на улице не меньше двух часов в день. Почему? Объясняю. Потому что сигналы в эпифизарный комплекс, то есть в эпиталамус, должны приходить от глаз, которые регулируют с уровнем освещенности. Будет высокая освещенность, у вас в эпифизе пенелоциты наделают большое количество серотонина, гормона дня, и вы будете хорошей днем активной. Попытайтесь сделать себе такую двухчасовую днем прогулку. Я понимаю, что это сложно, все мы работаем, но пытайтесь это сделать. Никакие лампы не помогут на улицу. Пару часов, и это будет полезно. Лучше работайте до девяти, но днем обязательно это сделать, особенно с нарушением сна. А что будет дальше? А дальше будет следующее. Днем эти пенелоциты накопят серотонина, а ночью в этом весь фокус бессонницы начинает, надо насинтезировать из него же, в результате всего двух ферментативных реакций, из него же будет мелатонин синтезирован. Поэтому сколько серотонин накопилось, такой глубины сон будет. Погуляли два там часа или три часа днем, особенно у хотя бы на выходных. Ночью будете спать как суслик, все будет хорошо. Не будете гулять, будете сидеть за ящиком, за компьютером или за телевизором, так и останетесь. И днем будете полусонны, и ночью полуживой. Поэтому самый лучший способ регуляции циркодианных ритмов, то есть суточных ритмов, это связан с четким соблюдением уровня освещенности, чтобы синтезируемых веществ, предшественников гормонов сна хватило на ночь. Выходите на улицу, гуляйте, заведите себе собаку или подружку, какую-нибудь безумную, которая будет вокруг вас на велосипеде носиться, и будет все хорошо. Два часа это как раз то, что нужно для наладки. Давайте еще один звоночек примем. Будьте добры. Задавайте свой вопрос. Здравствуйте, Сергей Ильич. Такой вопрос. Раньше в юности у меня часто шарик в мозгу стучал. Сейчас как бы этого нет. Что это такое? Я понял. Шарик в мозгу это замуж надо. Извините, пожалуйста, но, как правило, у женщин вот такие в голове события обычно происходят от двух вещей. Или переизбытка мужского внимания, или, как правило, недостатка. То есть, женщины, с женщинами очень трудно справляться, потому что, в первую очередь, нужно разбирать, когда что-то у них происходит с головой, надо в первую очередь анализировать половые гормоны и их очень тщательно в течение всего цикла. Только тогда можно разобраться. А потом делать все остальное, ну, начинать во всех случаях надо с томографии от греха. Не дай бог, что там есть какие-то органические изменения. То есть, к врачу сначала есть ли и нет структурные проблемы с мозгом. А потом, значит, соответственно, биохимические исследования и у женщин обязательно анализ динамики изменения половых гормонов. Ну, если они еще есть. Ну, вот так, значит, теперь мы переходим к нашей прекрасной... панамская утка. Это прекрасный наш раздел про панамские утки. Значит, здесь нас осчастливили Техасский университет. Но это публикация, поражающая воображение своей как безумной глупостью, так и потрясающим подходом. То есть, ничего подобного, как говорил знаменитый персонаж профессору Преображенскому, 20 лет ничего подобного. оказывается, в Техасском университете прекрасные техасские ученые опубликовали статью. Сам журнал по себе вызывает бурный мой восторг. Он называется «Новости или сообщения о стволовых клеток». STEMSELF REPORTS. Прекрасный журнал. Значит, то есть, журнал посвящен тому, чего нет. Значит, так вот, они в журнале посвящены тому, чему нет. То есть, потому что стволовые клетки, вы понимаете, они все имеют ограничения. Нобелевскую премию пять лет назад там дали за Хайфлик, за открытие Хайфлика. На них не действует никак, то есть, они, у них все, эти клетки стволовые, живут вечно и прочее, прочее. Интересно, как они там в гробу живут вечно? Было бы интересно. Так вот, они опубликовали в этом чудесном журнале, такая же, видать, чудесная лаборатория, историю о том, что существует опасность алкоголя. То есть, для Америки это, ну, и понятная новость, но причем в чем? Оказывается, алкоголь действует не на весь мозг, а только на стволовые клетки. Это совершенно безумная работа, и они говорят, что все, клетки перестают размножаться под действием алкоголе, поэтому мы плохо это видим. Прекрасный ход, додуматься-то этого невозможно. То есть, ребята заврались уже до предела. При этом, они утверждают, что в течение человеческой жизни стволовые клетки непрерывно образуются и встраиваются в структуру мозга. То есть, ну, это за грани уже добра и зла. То есть, видимо, ребятам просто обещали, что отнимут деньги, если они немедленно что-то не придумают. Так что, ребята, будьте находитесь в опасности, не злоупотребляйте алкоголем, иначе у вас, как ни смешно, исчезнут стволовые клетки в мозге. То есть, берегите стволовые клетки, раз они размножаются все время, значит, у вас, вы можете с помощью алкоголя избавиться от опасности возникновения онкологических заболеваний. Ну, раз пролиферация останавливается алкоголем, понимаете, то, что надо делать в соответствии с техасскими учеными? Немедленно всех больных, кто у нас серьезно болен, у кого есть неоперабельные опухоли головного мозга, что делать? Немедленно, до смерти, поить каждый день. Наконец-то американские стволовики придумали способ оплечения неврологических заболеваний, опухолевых, тяжелейших, без хирургического вмешательства. Просто напиваешься каждый день до свинячьего визга и все проходит. Клетки-то перестают размножаться в соответствии с этими замечательными нововведениями. Вот такие анекдоты публикуются в журналах про стволовые клетки. Значит, еще есть кое-какие замечательные достижения в мировой науке. Ну, например, неожиданно для меня я просто сначала не мог некоторое время поверить, что существуют такие статьи. Потому что есть в загадочном значит месте американском невыговариваемом дыре некто Ричард Зигмунд провел исследование перерезая седалищный нерв у мышей. И что же он выяснил? Оказывается смысл иммунной реакции на перерезку нерва состоит в том, чтобы иммунная система расчистила место для врастания поврежденного нерва. То есть такое впечатление, что парень вообще нигде не учился, поскольку, как известно, любое нарушение целостности нервной системы приводит к развитию аутоиммунной реакции. И вырабатывают тут же антитела на собственную нервную систему, что преподают на первых курсах даже медицинских институтов. Я уж не говорю про специфические университеты биологического профиля. Нет, оказывается, не так. Оказывается, травма просто запускает иммунные клетки для того, чтобы они помогали нервной системе. То есть они не атакуют нервную систему, как во всем мире. А у него в этом загадочном кейс Вестерн Резерв в университете они, оказывается, помогают. Ну вот, хоть стой, хоть падай. Вот на этой оптимистической ноте мы и закончим нашу сегодняшнюю передачу, поскольку тем очень много и они очень завлекательные. Но я думаю, что будет интересно сделать объявление на следующий раз, которое стоит в проекте в следующий раз мы четверть часа потратим результатом Великой Октябрьской Социалистической Революции. Всем интересно знать, а как она повлияла на головной мозг. И здесь два аспекта. Один аспект это о том, как в результате революции мы в конце концов изучили индивидуальную изменчивость человеческого мозга, о которой я пишу много лет. А второе, а что произошло с мозгами жителей, населяющих эту прекрасную страну, и как они изменились в результате того искусственного отбора, который нам устроили господа коммунисты на протяжении семидесяти лет.